Киевские пенсионеры оббивают пороги пенсионного фонда и почты. Люди почти неделю не могут получить свои пенсии. Когда возобновят выплаты, они не знают. И продолжают ждать деньги в очередях. Причины такой проволочки искала Ксения Абровиненко. В таких очередях киевские пенсионеры стоят почти неделю. Говорят, ходят на почту, как на работу. С восьми утра и до конца рабочего дня. Но денег до сих пор не получили. У пенсионеров и так пенсии эти копеечные. Особенно у офицеров, простых граждан. Вы тут же подняли и тут же подняли цены. Одной рукой даете, другой забираете. А то издевательство над пенсионерами, понимаете? Пенсионеров загнали в угол. Жить так невозможно. Ни в одной стране такого нет. У бардака, как здесь. Люди уже не знают, кому обращаться в пенсионном фонде. Им отвечают, что нет финансирования. А на горячую линию в Кабмин и вовсе не дозвониться. Обращался в кабинет министру. На горячую линию. Они просто общий телефон отключили. Ну, то есть вы позвонили? Да, Оксана 560, там такая оператор подняла трубу, начала задавать вопросы по этой ситуации. Она общий телефон отключила. Несколько раз перезвонила, вот туда дозвониться конкретно невозможно. Просто невозможно. Такая ситуация по всей Украине. А вот нас в пенсионном фонде заверили, финансирование проходит в штатном режиме. И никаких проблем нет. О том, что с финансированием все в порядке, говорится и на официальном сайте Пенсионного фонда Украины. Еще в середине месяца пенсии выплатили более чем на 50%. И действительно, никаких проблем у тех, кто получает деньги до 18-го числа, не было. А вот остальные пока чуть ли не каждый день оббивают пороги почтовых отделений. Причину задержек пенсий выяснили в Комитете Верховной Рады Украины по соцполитике. Нардеп Сергей Каплин сообщил. Проблема возникла из-за того, что казначейство не перечислило Пенсионному фонду заим на покрытие кассовых разрывов. Платить пенсии просто нечем. В ближайшие дни люди получат деньги. Ксения Барвиненко, Виталий Коваленко. Подробности. Телеканал Интер.